Приветствую тебя, ищущий! Ни за что не угадаешь, что у меня лежит в кармане. А ну-ка, ёп! Над рекою отпускай Ворох мыслей и узнай Там, где птицы спорят с ветром Светлая печаль Сегодня я хочу познакомить тебя с моим новым гаджетом, который помогает мне в моей видеосъемке. Ну, скоро будет помогать. И это Comlight Comary CMDRPL12 с CRI95 Что это значит из всего того, что ты наговорил, сокол, спросите вы меня, вы? Я вам отвечу, это на камерный видеосвет. А что такое CRI? Как-то я уже вам рассказывал о своем вот этом большом свете, шестиугольной вот этой махине, у которой имеется индекс цветопередачи. CRI это, конечно, индекс цветопередачи. Количественная мера цвета, которая адекватно отображает цвет освещаемого объекта. То есть, одной лампочкой вы светите на свою любимую колонку, она у вас красная, красноватая. А другой лампочкой на ту же самую колонку светите, она может быть зеленоватой или голубоватой слегка. То есть, в зависимости от источника света. Правильная цветопередача CRI 100% это природный дневной свет, который максимально правильно отображает цвета предметов, на который этот цвет попадает. И вот у этого моего дорогого светильника, который меня сейчас освещает, у него CRI 95. И у этой маленькой малышки тоже 95. Для чего эта штука нужна? Компактные размеры позволяют брать этот свет с собой. Работает от внутреннего аккумулятора. Для чего это нужно? Ну, идете вы куда-то снимать. Вы видеоблогер, да? Вы идете снимать свой контент на улицу. Конечно же, это не постоянный источник света. Улицы это источник света, меняющийся. Особенно эта штука пригождается вам, пригодится, когда начинает темнеть. Или светает рано утром, где-то вам нужно что-то подснять, и света еще недостаточно. Вы просто достаете эту малышку из кармана. Вот, ну, представьте, вот моя ладонь, да? И вот эта штучка. Вот столько места она занимает. То есть, она меньше пачки сигарет, а курить отвратительно. И те, кто курят, ай-яй-яй, нужно бросать. Но, чуть больше коробка спичек может быть где-то полтора коробка спичек. Размер, ширина и длина у нее. И она помещается, ну, в любой карман, естественно. Вы засунули и пошли. Накручиваете этот свет на камеру сверху. И ходите и снимаете свое прекрасное лицо, независимо от освещения вокруг. То есть, это можно делать даже ночью. И даже ночью будет ваше лицо освещено прекрасно. Контент ваш не потеряет своей привлекательности, потому что у вас не будет вот этих шумов. ИСО задирает. Ну, кто снимает, знает, что такое ИСО. Сильно задирать его нельзя. И эта штучка поможет вам не задирать ИСО, и чтобы вас было видно в кадре хорошо. Даже в каких-то некрасивых местах, если снимать, эта штучка будет светить вам в лицо, а сзади уже где-то в районе 5 метров уже будет темнота. И тоже это может помочь вам в съемке где-то. Если у вас эти две штучки, вы можете даже сделать даже контровой свет. В общем, или просто осветить себя с двух сторон. В общем, что угодно с этим цветом можно сделать. Да даже просто дорогу себе подсветить, где-то нажать и пройти по темному куда-то. Конечно же, подсветить можно любым фонариком. Здесь серо, и в этом все заключено. Вот в этой маленькой штучке правильной цветопередачи. И видеографом, фотографом, может быть даже, эта штучка должна очень сильно помочь. Мне она очень помогает. И сегодня я вам немножко о ней расскажу. Управление и комплектация минимальная. Итак, что у нас идет в комплекте с этой штучкой? Во-первых, это белый фильтр рассеивающий, который будет больше всего использоваться вами. Ну, в частности, мной. Также оранжевый и голубой. Ну, если вы хотите как-то там подкрасить свою композицию, или сделать более холодным, или более теплым свет. Вот два фильтра. Далее идет горячий башмак для камеры, и крутой держатель для смартфона. Очень хорошего качества. Если сравнивать, например, держатель для смартфона, который мне выслал продавец с Алиэкспресс, когда высылал мне на обзор штатив, обзор на который вы можете посмотреть на моем канале, выходил недавно. Здесь он такой более неказистый. Свою функцию выполняет, конечно. Но вот это, посмотрите, это гораздо более шикарно и дорогостоящая, выглядящая, ну и более надежная штука. Если здесь на одной болтающейся палочке, то здесь две пластмассовые выдвижные направляющие и металлические, металлическое кольцо для закручивания, для зажима. Очень прикольно. Сколько этот прекрасный малец работает. Нажимаем, удерживая клавишу, и он загорается практически минимальным. То есть он загорается, но можно еще убавить, если нажать на минус. Здесь с боковой стороны есть два переключателя, плюсик и минус. Понятно, для чего это нужно. Вот самая минимальная яркость, которую мы сейчас видим. На ней этот, на камерный свет, будет работать 18 часов по заявке производителя. И на максимальной яркости, когда вы нажимаете и удерживаете плюсик, на максимальной яркости этот парень будет работать полтора часа всего лишь. Да, для каких-то долгих сессий он не подойдет, но он светит очень ярко. Сейчас на камере вы можете этого не понять, быть может, но смотреть на него вот так вот совершенно невозможно. Он светит, будь здорович. С этой же стороны, где находятся кнопки убавления или прибавления яркости, находится и мини-USB вход, через который этот девайс и заряжается. Сверху расположена кнопка включения-выключения. И для того, чтобы включить или выключить этот девайс, нужно ее нажать и удерживать. Если вы хотите узнать, насколько заряжен или разряжен ваш аккумулятор, вы нажимаете, но не удерживаете. Нажимаете и отпускаете ту же самую кнопку включения. Сейчас аккумулятор заряжен на 100% и при нажатии клавиши вкл на несколько секунд загорается индикация из 4 лампочек, на которых написано 25, 50, 75 и 100% соответственно. Снизу устройство расположена резьба, которую вы накручиваете на что угодно. Это весь функционал. Ну и давайте посмотрим, как будет вообще отображаться мое лицо, если мы с вами выключим вот этот вот свет и включим вот этот вот накамерный свет и поговорим, уже снимая на него, а потом зайдем просто в темное помещение, где вообще нет никакого света. Ну что ж, вот я и взял свою камеру в руку и к нему прикрутил вот этот вот маленький источник света и теперь он исполняет функцию освещения в одну касочку всего лишь. И вот так вот это выглядит. Конечно, более прикольно выглядело, если бы у меня их было два, и с другой стороны камеры он тоже бы был еще такой же дублирующий свет, чтобы свет шел с двух сторон. Вот так вот, если практически в полной темноте будет выглядеть ваше лицо с одним этим источником света на полной яркости. Давайте на минимум яркости поставим. Вот минимум яркости и практически ничего не видно. Да, можно разглядеть, но настройки на камере те же самые, я ничего не менял. Давайте добавим свет обратно и дойдем вообще в затемненную полностью кладовку мою, где у меня куча хлама. Надеюсь, я не упаду. Блин, надо прибраться здесь, друзья. Кладовка, в которой совершенно нет света, полностью темнота. И, собственно, вот я снимаю на камеру, на мою дорогую камеру, и держать ее немножко тяжело. Можно снимать на смартфон. Сейчас мы с вами еще на смартфоне это все дело поснимаем, на мою треногу. Но вот так вот это выглядит и, в принципе, даже в кромешной тьме, полностью в темноте вы можете снимать хороший контент с этой маленькой штучкой. Переходим на телефон. Теперь мы снимаем на телефоне вот здесь вообще и тусклый свет из-за навешанных окон. Катенька, давайте, помашет. Вот она отдыхает. Первый рабочий день на карантине. Как проходит ваш первый рабочий день? Ой, тяжело. Тяжело? Тяжело, тяжело. Вся в заботах делится. Шея болит лежать уже. Шея болит лежать. В общем, друзья мои, и в темную кроволодовку зайдем, где вообще света абсолютно нет. Давайте тоже туда. Вот так это все работает. И маленький накамерный видеосвет подарит вам много радости, если вы его себе приобретете. Ссылочка в описании. Кому интересно, приобретайте. Я очень доволен покупкой. Эта красота стоит 2400 рублей. И ссылочку на магазин, в котором я его брал, вы найдете в описании. Ну и на этом у меня все. С вами был Сокол. Истинный маг. Да пребудет с вами сила. Покупайте хорошие вещи, которые будут вас радовать. Никогда не берите вещь, которая вам не нужна, или просто дешевая, чтобы перебиться. Лучше чуть-чуть подкопить и купить более качественную вещь, которая будет вас радовать долгое время. Все. До скорых встреч. Увидимся.